Проблема длиною в пять месяцев никак не решится в деревне Савинское. Жители дома номер один после весеннего урагана остались без кровли над головой. Управляющая компания пообещала отремонтировать крышу до конца года. Однако качество проводимых работ оставляет желать лучшего. Проблемы с новой крышей у жителей дома номер один начались с самого начала. Строители приступили к работе в конце мая. На улице уже выпал первый снег, а дело еще не в проворот. Как рассказала Зинаида Коренкова, она почти каждый день контролировала ход строительных работ. Приходилось самой залазить на крышу, контролировать этих рабочих, которые спали, отдыхали, выходные у них были во время рабочего дня. В общем, с трудом, с трудом, с трудом, с большим трудом. Приходилось каждый раз куда-то ездить, куда-то ходить, чтобы хоть что-то сдвигалось с места. Уже неделю строителей нет. Работа остановилась. Крышу покрыли так, что она больше похожа на решето. Вон они наверху. Вон они. Вон все швы. Бороться с таким безобразием люди уже устали. Они неоднократно обращались в различные инстанции, но управы на недобросовестных строителей пока не нашли. В решение вопроса подключилась общественная палата Орехово-Зуевского района. Мы сами убедились, что листы положены не так, как должно, что вместо мурлатов положены в несколько слоев сколоченные доски, что стропилы совершенно не такого качества, которые должны быть на площади такого размера. В конце октября такой работы с таким качеством, я так думаю, недопустимо. Общественная палата Орехово-Зуевского района обязательно через общественную палату Московской области обратиться к соответствующим структурам, чтобы сюда следом за нашей комиссией выехала комиссия с теми специалистами, которые смогут не на глазок, а по факту увидеть все эти недостатки и вынести соответствующий вердикт. Также эта тема еженедельно поднимается на совещание у главы района, но управляющая компания лишь разводит руками. Это позор и позор на всю Московскую область. Мы с 29 мая не можем восстановить эту кровлю. Ну это что-то. Я не помню, чтобы у нас на памяти кого-то из нас здесь присутствующих и работающих уже большое количество людей такое было. Это просто издевательство над жителями. Я предлагал другой компанией, чтобы занялась, давно бы уже сделала. Но они сами выбрали, сами приняли решение, чтобы сделала именно другая компания. И к этому все привело. А почему другие работы не выполняются? Я не могу сказать, почему не выполняются. Работа выполняется. И я сейчас, как бы, по управляющей компании, если подрядчик выполняет, он за собой и, как бы, приводит к все, как бы, на депутатическое состояние. Я этот вопрос вообще, Борис Вадимович, я этот вопрос поставлю на первое место, с гибреконтролю. Я уже давно, как бы, отслеживаю. Нет, поставлю. Он должен быть у вас в самом деле. Он стоит, он стоит, но, может быть, усилю контроль еще больше над этим. А пока управляющая компания в очередной раз усиливает контроль, жители дома номер один больше всего боятся приближения зимы. Как только пойдут настоящие снега, такая крыша их не спасет. А значит, все будет таять и стекать в квартиры. Продолжение следует...